Глава города Владимир Шарыпов встретился с работниками сферы культуры. Беседа мэра с руководителями библиотек, парков, школ искусств касалась в основном вопросов давно наболевших. Именно у сотрудников этой отрасли самые низкие зарплаты в соцсфере. Средние чуть больше 17 тысяч рублей. Базовый оклад у многих специалистов порядка 4 тысяч рублей. Ценят только на словах, жалуют собравшиеся. А вот в денежном эквиваленте нет. Сейчас на данный момент заработная плата у преподавателей превышает заработную плату директора. Я не побоюсь сказать, 10 тысяч клад, 8 тысяч стимулирующие, 18 тысяч директора. За ненормированный рабочий день, за ту нагрузку, за ту нашу юридическую ответственность, вы сами понимаете, что это совершенно крайне ненормально, когда зарплата превышает директорскую. Руководитель городского парка имени Степанова рассказывает, за последние несколько лет число посетителей возросло более чем в два раза. Скоро будет запущено колесо обозрения, а значит еще больше горожан придут на прогулку. У нас проблема с отсутствием комфортабельного современного нормального туалета. Я думаю, проблема эта касается не только парка Степанова, я думаю, коллеги тоже поддержат, да, тоже во всех парках есть такая проблема. Дело в том, что контингент посетителей парка в корне изменился. Можно смело забыть про алкашей, бомжей и так далее. Таких у нас нынче нет. Аналогичная проблема с туалетами для посетителей и в зоопарке. А еще нужны новые вольеры – медведю и белым львам, причем срочно. Встал вопрос острый. Строить им нужно в срочном порядке уже достойный нормальный вольер. Где его строить? Либо мы ждем новую площадку, но это нереально, потому что они разнесут его. Либо мы начинаем строить на той площадке, на которой мы сейчас находимся. И проблема у нас с медведями. Постоянные жалобы, что действительно медведь у нас находится тоже в самых худших условиях. Руководство зоологического сада интересуется у мэра. Как быть? Ждать переезда с рабочего поселка или нет? Владимир Шарыбов прояснил ситуацию. Скорого переселения ждать не стоит. Перенос зоопарка будет стоить от 500 миллионов рублей до 1 миллиарда. Сумма для города неподъемная. Две площадки мы подобрали, где зоопарк может размещаться уже, имея площадь более 10 гектар. То есть там, где животным будет просторно. Тему я эту поднимал, когда выступал в Государственной Думе. О том, что нужна именно федеральная программа, особенно по поддержке муниципальных зоопарков. У нас уникальные случаи, потому что обычно зоопарки принадлежат субъекту, а в нашем случае зоопарк у нас городской. Одна из предлагаемых площадок находится рядом с парком Харинка. Другая – за Евролендом. Перспективу переезда зоопарка Владимир Шарыбов оценил как среднесрочную. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.